Проиграли в суде первые инстанции? В апелляции и решении суда вступило в законную силу? Теперь у вас есть возможность подать жалобу в Кассационный суд. С 1 октября ваш запрос на справедливость примут по адресу 1-майская 74, если вы оспариваете решение по уголовному делу и на Московской 55, если вы фигурант административного разбирательства. Несмотря на то, что с начала месяца 54 служителя Фемиды приступили к выполнению своих обязанностей, штат Саратовского Кассационного суда еще формируется. Открыты 44 вакансии на должность судей и одна из четырех вакансий заместителя председателя. За несколько дней работы подано более 20 Кассационных жалоб, что, по мнению адвоката Елены Сергун, говорит о том, что открытие в Саратове первого Кассационного суда однозначно знаковое событие. Здесь очень важно, насколько эта структура заявит о себе как самостоятельной инстанции, насколько они смогут реально противопоставить себя с точки зрения независимости, с точки зрения закона, каким-то попыткам влияния со стороны органов той же самой местной власти или каких-то региональных структур и так далее. Потому что самая большая проблема, которая возникает при судопроизводстве, это, конечно, зависимость судей, причем она даже не юридическая. Первый Кассационный суд работает уже несколько дней. Обращение граждан поступает в инстанцию. Самой первой стала жалоба по 264-й статье Уголовного кодекса «Вождение в нетрезвом состоянии». Ее зарегистрировали 1 октября. Я уже подготовил одну Кассационную жалобу, с которой хочу непосредственно сегодня уже обратиться в суд Кассационной инстанции. Вот она у меня уже готова. Это дело в отношении главы Калининского района Мортова Олега Валерьевича. Он в настоящее время, как я считаю, необоснованно находится под домашним арестом, поскольку доказательств его вины пока на сегодняшний день в стороне защиты представлено не было, и мы с этим не согласились. Мы прошли пока только две инстанции, а третья следующая – это как раз судебная коллегия по уголовным делам 1-го Кассационного суда общей юрисдикции. Может быть, у нее будет другое мнение, не совпадающее с мнением судов ниже стоящих. По мнению экспертов, Кассация – самый непредсказуемый этап обжалования несправедливого судебного акта. Но прежде чем кассационный документ доберется до зала судебных заседаний, специалисты проверят, правильно ли, и в срок составлена жалоба. Судьи изучат прошение по существу. На этом этапе подключаются помощники служителей ФИМИДы, которые готовят проекты судебных решений. И если кассационный марафон пройден по всем правилам, перед вами откроются двери одного из шести залов судебных заседаний, которая и вынесет решение по вашей кассации. В любом случае, рассказал нам по телефону юрист Николай Скворцов, открытие кассационного суда дает Саратову статус межрегионального центра. Во-первых, это рабочие места. Порядка 110 судей будет в отрасли работы. В отрасли комедиях – из гражданской и в уголовной. Во-вторых, в большой штаб будет помощников судей, секретарей шестердного заседания и специалистов. Соответственно, выпускники нашей академии юридической, они будут востребованы, смогут устроиться на работу. Следующий аспект – там порядка 13 регионов будет охвачена деятельность этого суда. Соответственно, для 13 регионов станут секретарем, в которые нужно будет приезжать туда в обязательном порядке, чтобы участвовать в здании. Поэтому, конечно, турпоток будет большой. Главное теперь, чтобы его освоить правильно и грамотно. Несмотря на начало работы, Саратовский кассационный суд продолжает набор специалистов, а здание на Московской пока не имеет благоустроенной парковки и не готово открыть для посетителей парадный вход. Но это частности. В целом же, вновь созданные окружные инстанции должны дать, по мнению специалистов, больше гарантий правосудию и объективности рассмотрения дел.